Такое случается со всеми, у многих людей бывает такое. В голове зарождается мысль, и они начинают двигаться к ее осуществлению. Мусульман тоже иногда затягивает. Материализм – это серьезная штука. Ничего такого, что у тебя прекрасный дом, прекрасная карьера, и ты неплохо живешь. Ничего плохого, но мы живем совсем не ради этого. Нас поместили на эту землю не ради этого. Нас поместили на земле для более высоких целей. Но когда ты держишь свой дом или ключи от дома не только в своих руках, но и в своем сердце, то это уже серьезная проблема. Потому что это твой дом. Помните историю про женщину, с которой я познакомился? Миллионершу из Вегаса. Помните, мусульманка, миллионерша? У нее был роскошный гигантский особняк. Боже мой, особняк. Одна только лестница чего стоит? В особняке 45 спален. Так, между прочим. А лестница? Представьте себе дорогой шелк. Вы бросаете его, и он плавно стекает вниз по ступенькам. Так вот, они были из такого мрамора с шелковистой отделкой. Просто с ума сойти. Ее обеденный стол был человек на сорок. Длинный стол, как будто из какого-то замка. Искусственный водопад во дворе за домом. Так вот, она попросила меня провести беседу с молодежью. Так вот. В итоге, я дал урок оттолкования суры Аль-Аср у нее дома. Хорошо помню, как после урока она подошла ко мне и говорит, брат, у меня проблема. Я говорю, что случилось? Она говорит, я не хочу расставаться с этим домом. Мне не нужен Дженна. Я предпочла бы остаться здесь. На что я ответил, простите, но вам уже довольно скоро придется выписаться отсюда. И вам с этим лучше смириться. Она была из бедной семьи, разбогатела, аль-хамдулиля. Чего у нее теперь только нет. Но то, что у вас в руках, не должно засорять ваше сердце. Понимаете? Шейтан способен на такое. Он может окружить вас всем этим, и вы начинаете жить ради этого. Вы обратили внимание, насколько иногда люди озабочены внутренним интерьером своего дома. Стоит подвинуть что-то, как они начинают кричать «поставь на место». Вы видели такое? А это уже указывает на то, что в этом и есть их жизнь. В этом и заключается вся их жизнь. Картины должны висеть в определенном порядке. Шторы должны висеть в определенном виде. Тарелка должна стоять тут. Мне нравится, когда чашки стоят в том шкафу. Зачем ты убрал их в другой шкаф? Просто какое-то обсессивно-компульсивное расстройство. Как будто в жизни нет ничего более важного. И тут ты начинаешь думать, что дальше уже некуда. И никаких более важных приоритетов в жизни уже не осталось. Понимаете? И это касается не только нерелигиозных материалистов. Поверьте, я встречал братьев и сестер, которые преподают уроки Тафсира, очень набожные люди в общине и все такое. Но религиозные знания и религиозный характер – это две разные вещи. Две совершенно разные вещи. И не надо их путать. Это разные вещи. Если кто-то обладает знаниями, это не значит, что они живут простой жизнью. И что их жизненные приоритеты расставлены верно. Люди, чьим пристанищем, конечным пунктом, в который они вернутся, станет гиенна – джаханнам. И они не найдут себе никакого чистилища, никакого очищения от огненной гиенны. Махис – от слова махаса, то есть очищаться от скверны, отмываться от грязи. Они не найдут себе никакого вызволения из огненной гиенны. Они не спасутся от огненной гиенны. Пусть Аллах, Субханахуа Тааля, убережет нас от людей ада. А те, кто уверовал и совершал благие деяния, скоро мы введем их в райские сады, у подножия которых текут реки, то есть текут прямо под ними. И они останутся в них навеки вечные. Таково истинное обещание Аллаха, истинное, слово хаккан относится к мансубу, то есть Аллах говорит, что поистине, несомненно, так и будет. Верьте в это так, будто вы уже видите это наяву. И чье слово правдивее, чем слово Аллаха, если говорить о словах? В грамматике это называется тамьиз, то есть киля – это мансуб тамьиза астаку. Таким образом, кто может быть правдивее в словах, чем Аллах? Этот аят очень важен и тем, как он привязан к каляму изначально. С одной стороны, у нас шайтан, который внушает надежду людям и ведет их в огонь ада. А с другой стороны, те, кто прокладывает себе путь в рай. И в заключении всего этого Аллах говорит… Реальность основывается совсем не на наших мечтаниях. К какому истму в данном случае относится ляиса? К самой реальности. В действительности ничего не основывается на наших мечтаниях. Ничего не произойдет только потому, что вы надеетесь, что вы попадете в рай. Все совсем не так. Как и нет никаких оснований и ложным надеждам людей писания. Кто совершает зло, тому воздастся за него. Очень важно уметь понимать эти аяты в их контексте, даже несмотря на то, что смысл может показаться всеобъемлющим. Кто совершает зло, тому воздастся за него. В этом аяте речь идет об амани, о наших ожиданиях. И если вы не поймете, что этот аят является неотъемлемой частью одной дискуссии, то вы можете прийти к совершенно неверным выводам. Аллах говорит, кто совершает зло, тому воздастся за него. На самом деле, тому, кто совершает зло, может быть даровано и прощение. Разве не так? Если мы просто рассмотрим слова «кто совершает зло, тому воздастся за него», то сюда входит и их прощение. Тауба, преобразование проступков в благие деяния и всего прочего. Куда все это подевалось? Речь идет о людях с ложными надеждами. Люди, которые думают, что все их злодеяния не являются таковыми, и что они получат прощение независимо от того, изменится их поведение или нет. Таким людям следует дать строгий ответ. И этот строгий ответ адресован не всему человечеству, а тем, кто утешает себя ложными надеждами. Им следует сказать «нет». Вы полагаете, что милость Аллаха затмит его правосудие? Кто совершает зло, тому воздастся за него. И он не найдет себе, кроме Аллаха, ни покровителя, ни защитника. Насыр – это тот, кто постоянно приходит на помощь. И тот, кто помогает в трудную минуту. А Наср – это сама помощь во время беды. А те, кто совершал разного рода праведные деяния, будь то мужчина или женщина, мужчины или женщины, будучи верующими му'минами. Все это часть того же самого дискурса, который начался с ранней части этой суры. В том, что одна из радостей в раю состоит в том, что верующие будут собраны вместе. Равно как и ужас огненной гиены состоит в том, что неверующие окажутся одни. Тут мы видим еще один момент, указывающий на му'минов, что они войдут в рай вместе, целыми группами. Они не будут ущемлены даже на величину накира. Я надеюсь, вы все еще помните, что такое накир. Это выемка на финиковой косточке, или то, что помещается в нее. В старом арабском языке есть еще выражение «накаратайр» – то, что помещается в клюв птички, мелкие частицы. «Кто может быть лучше верою, чем тот, кто преклонил свой лик перед Аллахом?» В буквальном смысле это свершение земного поклона – саджда. Но в образном выражении – это их поведение, гордость, честь. Уаджи также относится к нашей чести. Во многих цивилизациях, в том числе и среди арабов, предмет гордости и чести обычно помещается на голову. Будь это корона или же головной убор, генеральская фуражка, например, и так далее, соответственно, званию. Головной убор. Равно, как и у различных племен, есть свой вид чалмы, поскольку голова и лицо являются символом гордости и чести. Таким образом, опускаясь в земном поклоне перед Аллахом, мы, по сути, говорим ни гордости, ни чести перед тобой. «Вся моя гордость принижена перед тобой». Получается, что они усмиряют свою гордость перед Аллахом и достигают степени Ихсана. Следовательно, согласно этому аяту, вы превозноситесь из состояния ислама до состояния Ихсана со слов «асмаху ваджаху». И как только вы предаетесь Аллаху, вы постоянно совершенствуетесь, пока не достигнете состояния Ихсана. Если же говорить об Ихсане, то кто из пророков обладал этой степенью? Это степень Ибрахима, алейхиссалям. Если подумать, то все поступки Ибрахима, алейхиссаляма, олицетворяли Ихсан. Его поведение было превосходным в постоянном осознании присутствия Аллаха. Но когда Аллах описывает его, он говорит «Ифкалалалху Раббуху Аслам». Его отправной точкой является Ислам, после чего он достигает степени Ихсана. Таким образом, в данном примере Аллах начинает с Ислама и заканчивает Ихсаном. То есть, следованием за верой Ибрахима как ханифы, пребывавшего в состоянии постоянной сосредоточенности на Аллахе. Исламы идут на создание качественного достоверного контента и своевременное освещение актуальных вопросов, касающихся нашей умы. Чаще мы сами покрываем часть расходов, что мешает нам выпускать новые циклы и авторские проекты. Мы обращаемся к вам с просьбой не забывать в наших дуа всех, кто поддерживает работу канала Миссия Адава своим скромным вкладом или даже добрым словом в комментариях. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваш удел в этом мире и в мире вечном. Аминь.